Орут те, кто не выросли просто. Это детская же реакция. У вас, вот вы говорите, есть маленький ребенок, вы же знаете, ей что-то не нравится, она будет, мама, ну все, ну нет, мне не подходит, так надо по-другому. Они начинают попризничать, вот хлопать дверями, кричать. Это люди с психологическим возрастом 5 лет. Если родитель орет на ребенка, он орет, скорее всего, потому что ему в детстве говорили, что так нельзя себя вести, надо быть удобной маме, они подстраивались всю жизнь, как могли, значит, так нельзя, а их ребенок так делает. И их маленький ребенок внутри них говорит, что? Ты что, вообще, что ли, мне нельзя, тебе можно? Ну, это вообще во взрослом мире несуществующее понятие. Во взрослом мире люди не кричат друг на друга. Это только не высшие дети, это люди с психологическим возрастом 5 лет. Они говорят про свои чувства. Я подойду к ребенку и спрошу, какая у него цель. Я спрошу, какая у него цель в учебе. Может быть, он вообще не видит школу как одну из задач к своей цели. Может быть, у него цель стать великим музыкантом, и ему не нужна гимназия, в которой он учится с углубленным изучением, не знаю, химии и биологии. Если у меня цель, например, чтобы мой ребенок был счастлив, и я понимаю, что у него есть определенный потенциал поступить в Гарвард, то я ему, и он этого хочет, я донесла до него эту информацию, что ему это нужно. Я буду с ним разговаривать о том, что сейчас вот этими действиями и тройками он не идет к своей цели. Может быть, мы пересмотрим цель или пересмотрим действия к этой цели. Ну, во-первых, если родители реально из-под палки бьют ребенка и говорят, давай, делай, давай, уже невозможно больше, сидят с ним, делают уроки, значит, ребенок не понимает, зачем ему нужна школа. Это первый момент. Он реально не понимает, он думает, что я туда хожу, потому что, ну, надо, мама сказала. Ну, все, на этом заканчивается. Это как бы никого не мотивирует исполнять чужие желания. У ребенка должна быть цель закончить школу у самого, он должен понимать, что ему это дает. Это первый момент. А второй момент, если говорить про какую-то авторитетность именно, ну, родительскую, как бы вот, чтобы он, ну, совсем не забил на школу, там, я сейчас говорю, ну, своими словами, да, вещи называю, то, конечно, нельзя ни в коем случае транслировать такую вещь, что, типа, ну, школа вообще нафиг не нужна. Вот это пир равно 3,14, оно кому пригодилось вообще? Вот если родители это транслируют хоть где-то, хоть с друзьями, хоть когда-то, даже не при ребенке, ребенок это считывает, он это знает, и ему как бы школа не нужна, его заставляют делать. Ему зачем это? То есть у ребенка самая цель. Просто учиться, это не может быть целью, но это не цель. Конечная цель – это быть счастливым, работать на любимой работе, зарабатывать миллион рублей. Ну, я условно сейчас, да, говорю утрированно. И к этому идет задача – закончить школу, закончить вуз, еще там что-нибудь. Ну, то есть конечная цель – это всегда не закончить школу. Закончить школу – это не может быть целью. Именно поэтому, когда дети не понимают, что цель не в этом, а это лишь задача, которая ведет их к какой-нибудь успешной, счастливой жизни, которую они точно представляют, что это именно для них, тогда они понимают, зачем нужна школа. А просто школу закончить – это не цель. Это можно делать с пяти лет, можно даже раньше, с тех пор, как… Ну, все детки разные, некоторые писать уже в три умеют, ну, есть и такое, у всех по-разному. Но там лет с пяти учить ребенка писать списки своих желаний. Ну, например, пусть он пишет 200 желаний раз в месяц. И вы тоже, как родители, с ним пишете. Он сам не будет это делать без вас, у вас будет такой семейный вход для развлечения. Он пишет желания, и вы ему показываете, что, ну вот, для того, чтобы ты там, не знаю, купил себе вот такую машинку, вот такой вот домик, вот такое вот еще что-нибудь, ну, там, перечитайте, тебе нужно там 200 тысяч рублей, например. Я сейчас очень условно выдумываю это у меня вот с головы. И говорите, вот для этого тебе нужно, для того, чтобы вот это вот все купить, тебе надо подумать, чем тебе заняться и как зарабатывать деньги вот на эти свои желания. Ну, то есть ребенок, он вообще-то… Вот, знаете, основная ошибка родителей в том, что не думать, что ребенок он тупой. Он не тупой, он просто такой же человек, как и вы, у него просто меньше опыта. Мы сами себя иногда не очень хорошо принимаем, и с самим собой бывает не так просто, потому что что говорить про другого человека, даже если это ребенок, это неважно. Это вопрос к маме, это отношение к ребенку не имеет совершенно никакого. Я вам больше скажу, что 9 обращений из 10, которые ко мне приходят и говорят, сделайте что-нибудь с моим ребенком, это вопрос к родителям, а не к ребенку. Всегда практически. Ну, то есть в 90% случаев точно. Взрослые очень сильно боятся ошибиться. Вот если спросить взрослого человека, что такое ошибка, он скажет, что это что-то ужасное. Я не знаю, что именно он скажет, но что-то это плохое. Это когда что-то сделано неверно, что-то сделано неправильно. То есть взрослый человек не видит ресурсов ошибки. И если взрослый человек не видит ресурсов ошибки, ребенок будет очень сильно бояться ошибаться. Я вам больше скажу, что я знаю семьи, в которых ребенка заставляют сделать 4 раза в черновике какое-то задание и потом переписать в чистовик, если мама одобрила и поставила там условную пятерку ему в дневничок. Это жесть. Если родитель делает задачу по математике за ребенка, он просто растит такого инфантила, что даже не снилось. Это человек, который ни одного решения в своей жизни не примет, без того, чтобы опереться на общественное мнение, на мнение мамы, папы, подруги, еще кого-нибудь. Это 100%. Это люди, которые растят инфантильных людей. Если мы говорим про адекватную зону ответственности, то родитель должен проверить, пришло ли задание, все ли понятно ребенку, как включается компьютер, ноутбук, все ли там слышно, понимает ли он, где там вход в кабинет, чтобы послушать урок, все ли нормально со звуком, но задача сделать уроки, написать опрятные или неопрятные и так далее, это, конечно, ответственность ребенка. Потому что если родитель будет проверять каждую ошибку, заставлять переписывать и вообще все переделывать, потому что ему кажется, что это недостаточно идеально, то родитель лишает ребенка возможности принимать собственные решения в возрастном возрасте в том числе. Ребенок не будет опираться на свою собственную оценку, себя самого, никогда. Он будет себе думать, а что вы мне подумали, да как я выгляжу, мама, скажи я вот так правильно, ну так взрослые люди делают часто. То есть люди, у которых есть мама оценка и общественная оценка вместо самооценки, они выращены в таких семьях, где их контролировали от и до и говорили, ты не можешь этот сам решить, ты не знаешь как правильно, правильно знаю только я. Почему я должна думать, как я выгляжу в глазах учителей, а не как я себя чувствую, как чувствует мой ребенок. Я не нахожу в себе ни одной причины в этом. Ну то есть я не могу найти в себе ни одного повода подумать, как я выгляжу в глазах какой-то училки, а не как я себя чувствую, как чувствует мой ребенок и какие у нас с ним отношения. Ну, то есть для меня это даже несоизмеримая важность. Никак не могу понять. Концепция о том, что плохо там получить тройку, ну, я даже не понимаю сам ее смысл, если честно. Я даже не понимаю, зачем нужны эти знания, которые дает школа целиком и полностью. То есть они не ведут конечной цели. Я знаю очень много отличников, которые живут очень несчастную жизнь. Я знаю очень много людей с красным дипломом, которые работают на ненавистной работе. И думаю, господи, как же от нее уйти вообще от этой работы. Ну, то есть для меня пятерка в школе не равно счастье ребенка или там мое личное счастье. Как это вообще связано? У меня цель не то, чтобы он просто пятерочником был. Хочу, чтобы он был счастлив, чтобы ему нравилась его работа. Возможно, он будет вообще у меня циркачом. Какое это отношение имеет к школе? У меня мама, кстати говоря, у меня мама говорила как-то, что у меня есть несколько сестер, и что одной сестры там вызывали в школу, и мама говорила, она у меня будет дирижером, отстаньте от нее. Ну, то есть это реально, почему нет? Ну, то есть люди могут быть счастливы в любой профессии. Вообще должна быть честность, это самое главное. Вот я считаю, что это прям то правило делиться своими честными чувствами с ребенком. Я сейчас объясню, почему. Например, вы, Маруся, приходите домой, и ваши там дочь или сын подбегают к вам, а вы уставшие. Вот вы там, не знаю, три ревизии гардероба провели, задолбались, пришли, вот реально устали, и играть вы не хотите сейчас. Вот вообще, это последнее, что вы хотите. И вы приходите, и вот ваш ребенок бежит и говорит, мам, давай, пожалуйста, играть. И тут он замечает, потому что дети, они замечают, они чувствуют, что у вас плохое уставшее состояние. И он говорит, мам, ты что, устала? И вы говорите, нет, нет, я не устала, я сейчас приду и поиграю с тобой. И ребенок в этот момент, в детском мире мама не врет, мама всегда говорит правду, и в этот момент ребенок перестает верить своим чувствам и своим ощущениям, как он себя чувствует. Он начинает верить кому-то другому. После вас он будет верить кому-то другому. Мужу, подруге, соседке, тете Вале из соседнего подъезда, кому угодно, но не себе, не своим ощущениям. То есть, когда вы врете ребенку, вы теряете в нем вот эту вот опору, лишаете ее. Надо к специалисту обращаться. Я правда так, я убеждена в этом, потому что, ну, знаете, вот вообще-то у меня семья врачей, я знаю, что аппендицит человек с медицинским образованием может сам себе вырезать, реально может. Но как бы фиг знать, какие будут последствия. Вот то же самое родители, которые сами профориентируют своего ребенка, потому что им кажется, что он технарий или гуманитарий, это примерно как вырезать ему аппендицит. Ну, господи, ну отдайте вы там 10-20 тысяч рублей за эту консультацию, на всю жизнь вам профориентируют вашего ребенка. Скажут сильные, слабые стороны, что развивать, какими ходами, какой учебой и куда ему идти, хотя бы в каких направлениях искать. Потому что так просто, я не знаю, и он, наверное, гуманитарий. Это тоже такая, кстати, советская система определения, немножко гуманитарий там и технарь. Она существовала только в советское время. Сейчас, по-моему, при некоторых школах тоже существует, но это, конечно, чушь полная. Например, есть люди, которым реально легко дается история, физика и химия. И реально плохо дается математика, русский и литература, потому что математика и физика, она вообще противоречит друг другу. У нас почему-то объединяют даже классы до сих пор физмат. Это вообще не актуально для современного мира, потому что люди, у которых, получается, физика, которые понимают эти логичные законы, вот ручка, она вот в ее дерзке, она падает на пол, и она всегда при этих данных будет падать на пол. Это логичная очень задача на стратегическое мышление вообще. Ну, то есть люди, у которых развита стратегия и стратегическое мышление, врожденно оно есть, и физика легко дается. Но математика совершенно самая неточная наука, потому что там очень много условий в ней. Давайте примем, что вот это будет вот так, тогда вот это. Если то, если то. И люди, у которых развита логика и стратегическое мышление, они думают, да почему я вообще должен это принимать? Ну, вот физика, она более понятная. То есть люди, они делятся немножко по сжати, чем гуманитария и технарь. Более того, многие профессии умерли. В нулевых было модно быть финансистами и юристами, потому что это профессии прошлого. Это сейчас автоматизируется, это смешно учиться на 1С в 2020 году. Но это смешно. Правда, это сейчас роботам заменят в ближайшие 5 лет. Например, медик, врач, врачи будут востребованы. Врачи со знанием английского языка обязательно, потому что многие говорят, ну он же врач, зачем ему английский? Все передовые журналы, все передовые исследования, все на английском языке. Вы умерли в профессии, если вы не знаете английского, в любой причем. Врач, робототехника, биоинженерия, биологи, бигдата, программисты, диджитал маркетинг. Все, что связано с техникой, с компьютером, с сбором и оптимизацией данных информации. Творческий интеллект вообще не заменишь ничем, потому что я сама, я сейчас, кстати, учусь на иллюстратора сама. Мне нравится, мне интересно. Конечно, даже сейчас, знаете, вот в рекламе я наблюдаю такую тенденцию, что используют графику, там, от руки кто-то дизайнер что-то нарисовал, там, свое видение, а не фотографию, потому что вот эти вот глянцевые лощеные лица уже они, ну мы им не верим просто, у нас же глаз замылился. Творческие профессии, журналисты, писатели, журналисты, я имею в виду, ну вот люди, которые слово, да, хорошо чувствуют, мультипликаторы, художники, ну вот вообще творцы, это, конечно, всегда актуально. Но актуально только для тех, кто следит за своей насмотренностью, потому что можно быть дизайнером и просто кровь из глаз течет, когда ты на него смотришь. Должна быть досмотренность, должна быть ухоженность, должна быть насмотренность. Ну то есть надо тоже развиваться и расти в этом. Это уже есть, это, может быть, у нас в России не очень еще есть. Смотрите, дело в том, что мы жили 72 года в закрытой стране, где очень круто было устроиться на завод. Вообще было очень круто остановиться и вот-вот выдохнуть, вот просто мне бы успокоиться. Вообще слово успокоиться, это про смерть, это не про жизнь, там даже корень у него покой, как бы это нежизненное слово. И было круто найти работу и всю жизнь на ней работать. Было круто выучиться в школе, в институте, родить детей, найти работу и просто до пенсии на ней работать. Это круто было просто. И очень мало было счастливых людей, кстати. Сейчас, конечно же, профессии меняются очень-очень часто, очень много. И даже врачи в Америке, например, или в Сингапуре, или в каких-то таких государствах будущего с развитой, а не развивающейся экономикой, как у нас, конечно, даже врач, он он онколог 5 лет, а в следующие 5 лет он эндокринолог. Ну, то есть даже внутри медицины люди растут вверх, ну, там, горизонтально или вертикально хоть как-то. И сейчас, конечно, безусловно, люди всю жизнь в одной профессии, ну, чокнешься. Сейчас мир очень гибкий, он не заточен под такую структуру, систему, правильно, неправильно, хорошо, плохо, под такой вот каркас, где есть категоричный мир. Он сейчас не такой вопрос внутренней опоры. Если она хорошо выстроена, и человек умеет опираться на свои чувства и свои физические ощущения, то ему неловко, на самом деле. Я думаю, что это вопрос к принятию себя, к принятию своей внутренней опоры. Я, например, тоже работала, я вообще начинала с политической психологии, я работала очень крутым политическим аналитиком, политическим журналистом, политическим психологом, имиджмейкером. Ну, я в политике очень долго была. Потом я поняла, что политику строить бесполезно, пока ты не займешься семьей, потому что в головах у людей такое, что политики-бедняги не знают даже, что им делать, как бы сейчас странно это ни звучало. Я ушла в семейную психологию, потом я решила заниматься сексологией, потому что люди вообще с рождением детей перестают быть влюбленной парой и превращаются только в родителей и партнеров по решению, кто выносит мусор дома. И только после этого я ушла уже в детскую, к детям, потому что я поняла, что если сейчас прохориентировать ребенка в 10 лет, он не потратит 10, а то и 20-30 лет своей жизни на какую-нибудь работу, где будет качаться на стуле в ожидании пятницы. Ну, то есть это нормально, это мир, это жизнь, это про жизнь. Для меня это про жизнь просто. Это вот ты умер, и вот у тебя все всегда одинаково. Ты такой среднячок. Когда вы мне говорите, что люди орут на своих детей, когда вы мне рассказываете про то, что они что-то там неадекватно как-то реагируют, вот это про то, что люди не развиваются. Потому что в советское время люди, они реально останавливаются в развитии в 30 лет многие из них, это правда. Вот они выполнили план, вот эту программу максимум, вот они вот выучились в школе, закончили институт, родили детей, устроились на работу, все, дальше только бухать остается на даче, больше развлечений нет. И они реально не развиваются, и они реально остаются детьми в этот момент, потому что их все бесит, их раздражает, они капризничают, они ленятся, они ничего не хотят делать. Нет ни одной мечты, ни одной цели. У них вообще уже, знаете, есть, у меня был преподаватель такой классный, он всегда говорил, есть у человека два дня в жизни. Один, когда он умер, а второй, когда его закопали. Вот важно, чтобы у твоей смерти тебя закопали, и они сошлись в этой дате. А не когда ты умер в 30, и тебя закопали просто в 80. Конечно, если человек развивается и сам чем-то интересует, у него есть желания, у него есть цели, у него и у детей будут. Потому что не может у ребенка не быть мотивации, жажды к учебе, если у него есть желания, если у него есть цели, а он не может в этом ниоткуда узнать, кроме как от родителей. Вот это выцарапывать и побороть, это всегда не работает. Это вообще в любой сфере жизни не работает. Бороться с чем-то, от чего-то избавляться, выкидывать лишний вес, там еще что-то, это бросить курить, вот все, что вы бросаете, избавляетесь, вы это подбираете заново буквально в ближайший год. Потому что наша психика не любит ни от чего избавляться. Мы млекопитающие, мы долго, мы вообще, блин, последние только 30 лет, можно сказать, не боремся за выживание, не занимаемся охотой и собирательством, и у нас нет войн, голода, там еще борьбы вот этой за жизнь. Но у нас психика все еще работает так, что надо все приобретать, но не надо ни от чего избавляться. То есть избавиться никак нельзя. Можно выбрать другое. Можно, например, захотеть жить по-другому. Вы же не просто так хотите поменять работу, значит, вам ваше не нравится. То есть вы сейчас не отказываетесь от работы, которая якобы приносила какие-то там деньги, но не приносила удовольствия. Ну, я так, по крайней мере, услышала вопрос. А вы приобретаете работу, которая уже будет приносить удовольствие и со временем еще и деньги. То есть акцент взять не на том, от чего избавляетесь, а акцент на том, что вы приобретаете, и четко это знать. Лучше прямо написать, я приобретаю вот это, вот это, вот это, и прям вот заламинировать и с собой в кошельке носить. Субтитры создавал DimaTorzok